Всем привет! С вами Слава Игрушкин и сегодня мы еще немножечко посмотрим на подделки с оригинальным на головане. В будущем, я думаю, не скоро еще будут такие видео, потому что завозов в новых нет. Есть еще показать сейчас. В прошлом видео я говорил про очень кривую лагуну, в которой глаза на щеках. И я не смог не купить ее и лишить вас такого чудесного представления. Смотрим! Если вы считаете, что ваша кукла кривая, посмотрите на эту лагуну. Сейчас очень хорошо видно, где находится молд ее глаз и где находятся ее глаза. Я не знаю, я не видел кривее куклы Монстер Хай никогда. И мне даже не хочется стирать эти глаза с ее лица, потому что это просто мега вау. И вот у нее есть паричок. У него есть пробор. Я надеюсь, он не серединный, а боковой. Две куклы у меня попались с теми бриджами, которые мне нравились в самом первом обзоре на этих кукол. Так, это известная вам черная майка, которая была на Рыбекке в прошлый раз. Это Клео. Клео мне нравится именно молдом. Там была пара Клео, и они были одинаково прошиты. Прошиты они были. Тело само аж вывалилось. Вот так вот. На макушке опять же. Эти черные волосы я выдеру и буду использовать для прошивки других кукол. Для допрошивки. Кто там был с ней рядом, это Эбби. Эту курточку вы видели. И, как я говорил в прошлом видео, там были головы Эбби полностью прошитые. Я обожаю цвет волос такой, как у Эбби здесь. Именно вот этот белый цвет, который отливает фиолетовым. Пробор вроде как посередине. Мейк кривой был у всех четырех голов. У нее есть сережки в виде черепка Монстер Хай, голубого прозрачного цвета. У нее есть все пряди дополнительные, ее блестки, прикольные блестки. Однако, при ближайшем засмотрении, вот в голове здесь вот такая вмятина. Я так понимаю, в голове есть клей-жир, и вот эту вмятину выправить просто так не удастся. Нужно все это разогревать, пытаться выпрямлять. И всего лишь четвертая куколка, всего их четыре у меня. Это Дракулаура. У нее как бы прошита голова, но это светлые волосы по черному фону. И у нее нет пробора. Поэтому, как бы это все мило не выглядело, если куклу причесать, у нее открывается вот такой вот чудесный вид. В принципе, интересно допрошить чем-то. Это надо искать волосы, подходящие именно под материал, который использован изначально здесь. Думаю, многие волосы из тех, которые были, подойдут по материалу, но по цвету, к такому, уже совсем другой вопрос. Но, в принципе, она может быть милой. А вот кофточка интересная. Сейчас мы ее померим. Никто не сомневался, что она большая по размеру. Хотя, можно и так. Потому что есть две лямочки, она как бы рассчитана, чтобы спадать. В принципе, очень милая такая сладкая вещь. Между прочим, для Дракулаура с теми фиолетовыми штанами. Так подобрали интересный образ, на самом деле. Иногда кажется, что на некоторых куклах они стараются подобрать вещи, а на остальных надевают то, что осталось. А к слову о том, какой там есть еще брак в этом магазине, есть там куклы феи Диснея. У меня одна есть такая черненькая. Я ее покупал в ларьке, но, скорее всего, она из того же магазина, где я брал этих. Только здесь они в два раза дешевле, естественно. Есть вот такие забавные штаны. Они большие и розовые. Надо их попробовать, будет надеть нам мальчика. Был вот такой смешной топик, который слишком огромный. Это куклы. Ух ты, тут у нее в спине штука. Не только дырка. Обычно только дырка. Это рыжая фея. Она была там одна такая рыжая. Большинство были вот эти блондинки и черненькие. Ну, черненькая у меня есть. Блондинку я взял в другое. Не такую, как там все. Тоже прикол этой куклы, что она вся грязная-грязная. Она вся в зеленой краске. Ее руки. Вот здесь, вот здесь. Лицо. Стиль такой. Мама, я рисовала. Я надеюсь, это все можно будет отмыть. Потому что, в принципе, она миленькая. А вот еще одна. Вот такая Винк. Господи, мне все время хочется всех фей назвать Винкс. Фея Диснея. У нее в спине только дырка. Это кукла с такими крылышками. Рамка для мыльных пузырей. Поэтому она имеет вот такое съемное резиновое платье. И если большинство тех фей вот в таком молдированном купальнике, на самом деле, вот этот цвет пластмассы, а вот это покрашено под кожу. И это все не очень хорошо. То у такой куклы в таком виде только трусы молдированные и крашеные. Это уже плюс, с одной стороны. С другой стороны, у брака чудовищные красные разводы здесь. На макушке, везде, и все страшно. Ее лицо, оно тоже твердое очень. Это сплошной кусок резины, в отличие от мягких голов обычных кукол. Волосы тоже твердые. Это все очень твердо и плотно. Мне кажется, у нее немного безумное лицо. Мне сразу хочется сделать какой-то образ по типу какого-то из, знаете, фигур, которые в каких-то парках аттракционов или рекламные такие объемные бывают фигуры. А потом они облазят, такие страшные становятся, их выбрасывают. И вот что-то именно в конечном итоге, как какая-то фигурка из заброшенного парка развлечений. Мне вот оно такое видится, хочется сделать оак с облезающей краской, с ржавыми подтеками, с выпавшим глазом. Кажется, будет это интересно и мило, и очаровательно. Я рад, что вы со мной согласны. А вот это платье резиновое, можно на кого-то даже из такой фигуры надеть. Обуви здесь бы новой не было, только одни туфельки, которые черные с сердечком. И одни вот эти чудовищные, задолбавшие просто на всех подделках туфли. Вообще мы забыли снять парик с лагуны. Как видите, рвется просто кожа резина головы. Здесь начатый коричневый пробор обрезан, при том, что видно много дырок именно прошивки, которую вытрали потом. Да, очень странная голова. И вот такой парик. У парика, увы, пробор все-таки серединный. Увы и ах, снова не повезло. Это прямые светлые волосы блондинистые. В принципе, наверное, хороший будет парик. Ну и на этом все. И пока-пока.